всем здравствуйте дорогие мои друзья на youtube и на одноклассниках и с вами любовь и мой мирок орхидей и сегодня у нас пойдет речь как вы видите не об орхидейках об моих адениумов которые я бедные замучила заморила вот они были вот такие все заморенные забыла вы будете меня сейчас ругать конечно наверное многие да но забыла просто поставила их на окно там где больше солнышко на одном уголочке стояли они где солнце светит на другом уголочке солнышко бывает мало там стоят у меня орхидейки в закрытой системе которые поливаются у меня один раз в месяц и естественно закрутилась забыла совсем продышки и сегодня я хочу вам маленечко рассказать о том грунте в котором они сидели изначально эти адениумы уже почти два года этим адениумом и мы вот такие вот слава богу я их выходила не все сделала глупость что выкинула те которые вот были вот такие же сегодня решилась их пересадить потому что думала что они гниют вот это вот все темное это уже просто после фитоспорина не стала показывать как я их вынимаю вообще не хотела снимать но решила сейчас скажу почему во первых сидели они у меня потом вот в такой байки видите прям очень тяжело все это дело представьте да как это все спрессовалась это был кошачий наполнитель который когда-то мне очень нравился да и как вам сказать но я не замечала ничего плохого в нем вот тоже он не стала выкидывать вот смотрите прям очень тяжело представьте как корням да здесь пробиваться я понимаю что у адениумов они очень сильны но сидели они у меня вот в таких вот стаканчиках но сегодня я решила их пересадить потому что мне не нравилось совсем как они растут как бы для ихнего возраста они уже должны цвести но ничего этого нет ну слава богу они только восстановились поэтому кошачий наполнитель у меня много есть видео что я в него сажала здесь перемешку он землей и сажала я в него дендробиумы и мне очень нравилось как они наращивают корни но в итоге я их потом все пересадила пересадила в циафлору и в циафлоре они вот в такую циафлору крупную для орхидей и в циафлоре они гораздо лучше начали расти наращивать корни поэтому циафлора мне нравится больше так что не надо не экспериментируйте на начальной стадии конечно этот наполнитель этот циолит он без всяких добавок этот именно наполнитель кошачий который звучит может не очень хорошо до кошачий наполнитель но это был циолит без всяких добавок ну вот так вот он себя повел когда долго он находится скомканный и сегодня я купила вот такой кокосовый брикет вот такой кокосовый брикет я купила сегодня да и как бы хотела с ним смешивать но я думаю что я и буду это делать все равно так производитель здесь вот сейчас приближу кому интересно можете почитать написано индия и что я обнаружила когда замочила этот брикет он растаял я думаю вам видно это соли это комочки соли которые очень вредны всем растениям сейчас покажу что тут за кокос вот такой вот кокосовый волокно или как она кокосовый брикет не знаю что это такой вот честно крупный мне попался в первый раз но я его промывала в течение замачивала в течение трех часов и очень долго промывала после того как я больше не наблюдаю там вот этих вот кристалликов соли то есть после этого я буду им пользоваться что я хочу смешать вот этот кокосовый кокосовое волокно да скажем так и циафлора но сейчас что я сделала со своими адениумами я их вытащила все из этого грунта промыла под напором и замочила где-то на полчаса фитоспорине вот такой я сделала густой фитоспорин и здесь они у меня лежали вот это та смесь в которой они сидели так вот вроде бы до смотришь вот она рыхлая хорошая показ именно то да как бы что им надо но внизу он скомкивается так сильно что он даже ну вот просто как камень становится и я думаю что это для растений не очень хорошо потому что они совершенно не развивались надуться они у меня надулись в этом плане они восстановились но как бы начали вот пушиться я их обрезала зимой вот они мне маленько распушились вот этот не обрезала смотрите какой интересный с ножками сейчас я постараюсь приподнять его над субстрактом вот так вот он начал пушиться конечно они должны быть гораздо скажем здоровше да уже в два года но я думаю я наверстаю упущенная вот этот с такими тут формами интересный кстати те маленькие вот с кем мы сажали до после нового года адениумы вот он выжил один также я забыла про них как и про эти они стояли все вместе и не у меня просто высохли это моя вина очень жалко еще малыши у меня там сидят и месяца два сейчас покажу минутку не достала их вот такие вот у меня карапузики им два месяца стоят они на солнышке видите какие загорелые им очень нравится на пересаживать я их пока не буду подожду пусть еще посидят месяца два думаю концу лета я их отсюда вы пересажу сейчас не буду во первых нету место даже не знаю куда их поставить это смесь сортов какие будут цвета неизвестно ну что я хочу вам сказать про кошачий наполнитель не надо не экспериментируйте не сажайте он хорош только в первом буквально месяца два не дальше потом он весь комкуется и становится все очень плачевно и плохо кокосовый этот брикет субстракт обязательно промывайте я знаю что многие пользуются таким вот волокном для орхидей обязательно промывайте потому что вот эти соли комочки которые там есть они очень вредны для наших растений и сейчас я хочу посадить своих крошечку вот в такие 06 горшочки видите получается тоже как закрытая система мне будет удобно здесь наблюдать за их ними корнюшками орхидейки меня тоже таких сидят и думаю что процесс теперь у них пойдет гораздо быстрее сейчас они у меня посохнут части к 23 ну а потом мы с вами будем вместе их сажать так дорогие друзья прошло у нас наверное чуть больше часа я приготовила вот субстракт то есть кокосовое волокно половину 50 на 50 сделала циафлора и кокосовое волокно и добавила удобрение осмокот который действует полгода сейчас я это все дело перемешаю хочу сейчас минутку перемешаю сейчас уж руками так циафлору я замачивала тоже буквально на час по после замачивания и и промыла и не сушив вот начала ей пользоваться да скажем так вот здесь я тоже добавила осмокот и хочу посадить вот эти вот которые у меня совсем такие скажем заморыши да который я заморила здесь зеленочка видно когда при пересадке при той я их пересаживала они у меня подгнивали я их обрабатывала сушила ну как бы гниль то дальше не пошла но развиваться они не начали вот поэтому сейчас я их посажу в одну циафлору и будем смотреть еще раз повторяю вот это темное все это не гниль это фитоспорин вот и значит одних посадим в чистую циафлору 2 посадим в такую смесь и посмотрим кто из них будет лучше развиваться и быстрее как будет действовать циафлора вот на эти кнопочки мы посмотрим конечно одной рукой мне это делать будет неудобно сейчас мы хотя бы для эксперимента вместе с вами вот так вот мы их поставим не хотят стоять сейчас я засыплю одну сторону так вот их поставлю чуть-чуточку подцепим другую сторону вот они уже более или менее стоят просто посмотрим смогут ли они восстановиться до в одной циафлоре опять надуться и чувствовать себя прекрасно как бы циафлора себя зарекомендовала с орхидеями кстати циафлора есть у меня в продаже поэтому можете обращаться в продаже в одноклассниках все заказы оформляем там кому интересно проект под видео будет ссылочка на мою страничку пожалуйста добавляйтесь кто не в друзьях так здесь вот замочила вот такое кокосовое волокно это был у меня стакан такой как я его размочила и хочу вот сверху вот так так я наверное сейчас отключусь все сделаю а потом вам покажу что получилось окно вот так у нас получилось прикрыл прикрыла просто циафлору чтобы она быстро не сохла внизу у меня будет всегда стоять водичка до уровня второго горшочка но сегодня точнее даже дней пять я воду добавлять не буду пускай постоят так привыкнут корнюшки к этому грунту все то же самое как с орхидеями вот но здесь пока корнюшек будет долго не видно но мы будем вместе с вами думаю наблюдать за ними и сейчас посажу вот в этот субстракт и покажу вам тоже что получилось так не сказала кстати посажу такую же вот сморщенную красоту ведь он прям сморщенный сморщенный такой вот и посмотрим кто из них почему посадила эти три потому что они изначально мне растут вместе так получилось и уже рвать корни просто не хочу пускай так сидят вместе и вот этот вот тоже такой же никак не восстановится сейчас посажу вот в такой субстракт который в перемешку посмотрим что для них будет лучше но на дно за место керамзита я все равно положу буквально пару ложек циафлоры вот видите прям буквально закрыла дно вот давайте даже вместе с вами посадим попробуем пока стоит надо поймать засыпать вроде получилось утрамбовывать грунт сильно не будем потому что корнюшкам надо все равно к новому грунту привыкнуть просто установим его чтобы он стоял и все так сегодня у нас 2 июля ну я думаю что в первый полив как раз мы на них и вместе посмотрим как они себя будут чувствовать сейчас я вверх тоже закрою таким же волокном ну с вами у меня опять не получится это сделать одной рукой сейчас я это все сделаю и опять включу ну вот как то так у нас получилось вот один сидит в циафлоре второй в смешанном грунте и сейчас посажу когда всем покажу как они выглядят и опять включусь итак дорогие мои друзья пересадила я своих красоту лик думаю что им теперь будет здесь удобно уютно и комфортно вот эти вот три красотки переехали в одну циафлору вот эти тоже тройняшки видите у нас там какая фигурка ножка на ножке вот такие вот красотульки если издалека на них посмотреть и вот эти вот красотки тоже переехали в новый грунт новые домики только здесь смешанный субстракцией афлора с кокосовым волокном так вот это вот у нас такая вся сдутая вот эта кнопочка сейчас я их все поставлю так ну вот в общем вот этот первый ряд посажен в кокосовое волокно 50 на 50 с циафлорой и вот этот вот второй ряд вот эти три горшочка посажены в одну циафлору и посмотрим через недельку как они будут себя чувствовать но я думаю что им должно быть гораздо комфортнее и уютней в новом субстракте кому понравилось это видео ставьте лайк кому не понравилось дизлайк кто не подписан естественно подписывайтесь на мой канал и вы будете знать первыми о всех моих новостях всем пока до новых встреч пока пока